Всем привет! Меня, как уже сказали, зовут Антон. Я очень странный PHP разработчик. Я занимаюсь всякими упоротыми штуками. То в асинхронщину полезу, то в инсорсинг. Лет пять назад, когда про него слышало три человека на постсовке. И сегодня я бы хотел рассказать, как я в очередной раз упоролся и что из этого вообще вышло. Мы будем говорить про реализацию клиентов для бинарных протоколов. И в принципе сначала, наверное, стоит понять вообще зачем оно нам. Для меня какой-то основной мотивацией в этом было это, конечно, асинхронное PHP. Про него сейчас говорят пока еще мало, но все больше и больше. И постепенно асинхронный мир проникает в PHP. У нас уже есть какие-то стабильные фреймворки, какие-то стабильные возможности. Сейчас, наверное, три самых основных. Это React PHP, Swooly и IMPHP. У каждого есть свои плюсы и минусы, но их объединяет одно. То, что мы не сможем использовать вместе с ними какие-то стандартные наши драйвера для баз. И не только для баз, для чередей, для любых каких-то коннектов. Все помним, что PHP по умолчанию работает в блокирующем режиме. И как только мы вызываем какой-нибудь запрос к базе, у нас весь поток заблокируется, будет ждать, пока придет ответ, обработается, распарсится и только потом вернет управление. В асинхронном мире это очень плохо, потому что оно замедлит все наше приложение. Пока выполняется один запрос, все остальные клиенты тоже будут ждать. И это, конечно, не очень круто. И в принципе ребята, которые пишут такие фреймворки, как React PHP, IMPHP, естественно, решают эту проблему. Они предоставляют свои неблокирующие реализации для драйверов, но далеко не под все. Есть какие-то стандартные решения, которые используют все, но их очень часто не хватает. И для того же IMPHP, например, с которым работаю я, очень долго не было клиента для IMPHP, а мы все хотим кролик, мы все хотим нормально работать с кроликом через IMPHP, а не через какой-нибудь вот стомп. И в принципе, на самом деле, вопрос поддержки ПО, он в PHP мире стоит очень остро. Это не только про асинхронщину. Если там лет 5-10 назад, когда мы говорили о PHP-разработке, мы чаще всего говорили о каких-то SQL-базах, там MySQL, кого-то был Postgres, кому-то даже довелось пострадать CMS SQL. Но сейчас уже бизнес требует какие-то новые решения, и нам надо их реализовывать. И часто для их реализации хотелось бы использовать какие-то более специфичные базы данных, какие-то новые SQL-решения, либо NewSQL. Таких баз очень много, они каждый реализуют какие-то крутые штуки, в частности, вот, например, EventStore. Это база, которая специально заточена под event-сорсинг. Если кто-то работает с event-сорсингом, это прям must-have решение. И все эти базы не имеют реального драйвера, сишного, для PHP. По-моему, сейчас за исключением вот ингресса вроде они уже сделали, но большинство не имеет. Для Java, пожалуйста, для C-Sharp, но не для PHP. Некоторые из баз предоставляют какой-то HTTP-интерфейс, да, например, там Elasticsearch. Ты можешь просто через HTTP клиента обычно отправлять запросы в Elasticsearch и с ней работать в таком режиме. Это, с одной стороны, круто, но возможности HTTP, опять же, часто не хватает. Давайте, в принципе, вспомним, как у нас HTTP-запрос работает. У нас есть строка стартовая с указанием метода, URI и версией протокола. Сейчас уже, да, 2.0, наверное, но тут старенький 1.1, 20 лет уже исполнил старичку и до сих пор держится. Дальше есть один обязательный заголовок — хост. Несколько дополнительных заголовков. Они могут быть, могут не быть, их может быть много. И само тело запроса. Что важно, HTTP — это текстовый протокол. Мы легко можем прочитать запрос, мы можем прочитать ответ, понять, какие данные там передаются, в принципе, предположить, для чего они передаются в зависимости от метода. Но есть другая категория протоколов, которые понять не так просто. Вот так выглядит пакет данных, который отправляется в очередь МакКюпе. Кто-нибудь тут что-нибудь может распрочитать? Ну, человеку тут понять немножко сложно, что происходит. Даже если мы возьмем какой-нибудь Hex редактор, посмотрим внутрь, то что-то мы разберем, но далеко не все. Но если на этот слайд, на эти данные глянет машина, то она легко разберется, что мы в очередь отправили сообщение HelloFowDays. Как она, в принципе, это делает? Давайте немножко сами попробуем разобраться. Если мы заглянем в документацию о МакКюпе протокола, она немаленькая, 76 листов, по-моему, очень подробная, то там будет расписан формат, в принципе, пакета данных о МакКюпе. И он имеет следующую структуру. У нас есть заголовок с указанием типа, с указанием каналов, которые мы отправляем сообщение, и с указанием размера тела сообщения. Дальше, собственно, идет само тело и один специальный байт, slash CE, 206, для указания конца, собственно, нашего пакета данных. Документация протокола, что еще важно нам узнать, прежде чем разбирать какую-то структуру, это то, какой порядок байта используется в протоколе. Любые данные в бинарном виде, если они не могут быть представлены одним байтом, надо определиться, в каком порядке мы их будем записывать. Существует два варианта, от младшего к старшему, little indian, и, соответственно, от старшего к младшему, big indian. Сейчас большая часть протоколов использует big indian нотацию, и если вы что-то имплементируете, то, скорее всего, там будет big indian порядок. Зная эти данные, мы уже можем, в принципе, как-то чуть-чуть понять, что у нас в тех данных было в том сообщении, и увидим, что там отправлялось не одно, там отправлялось целых три пакета данных. Сначала там идет метод-фрейм, потом хедер-фрейм, потом боди-фрейм. Но все они имеют такую же структуру. Сначала указание типа, потом канал, размер, само тело и end-byte. Давайте немножко подведем итог какой-то. В принципе, что такое протокол передачи? Это некоторый набор соглашений между различным ПО, по которому они смогут обменяться какими-то данными. Бинарный протокол — это, соответственно, такой протокол, который легко читать машине, а не человеку. Ну, то есть если HTTP мы могли прочитать, то в бинарных данных немножко все сложнее. Ну и пакет данных — это просто блок информации, который имеет четкую зафиксированную структуру. Окей, зная структуру, зная порядок байт, мы хотим собрать наш первый фрейм и отправить его куда-нибудь, кому-нибудь. Вот это реальный код из клиента для CassandraDB. Нам PHP предоставляет не так много механизмов для работы с бинарными данными. На самом деле это, в принципе, две функции — пак для упаковки каких-то данных в бинарный вид и функция unpack для распаковки. Если взглянуть на их сигнатуру, то, в принципе, передается строка формата, ну и сами данные. Если с самим данных вопросов нет, в принципе, что есть, то отправляем, то строкой формата все немножко сложнее. Там целый свой язык с определенными кодами для каждого типа данных. А типов данных в бинарном мире их, ну, немало. Прям совсем немало. Досталось нам это дело, если кто не понял, из языка Perl. Ну и, в принципе, ребята там на Perl, они же стихи пишут, да? У них с памятью все хорошо, они все эти форматики помнят. Мне лень, как бы, я очень ленивый разработчик, мне лень их запоминать. Поэтому я написал свою библиотеку, которая позволяет мне оперировать этими данными в каком-то понятном формате, более структурированном, ООП-шном виде. Есть, конечно, какие-то другие библиотеки. Мне они по разным причинам не подошли. Ну и каждый же PHP-шник должен написать там свой фреймворк. Я вот решил не фреймворк, хотя бы библиотечку написать. Окей, как она устроена внутри? На самом деле все очень просто. У нас есть какие-то базовые функции для управления данными и куча оберточек над паком и, соответственно, над анпаком для того, чтобы читать данные в нужном нам виде. Все очень просто. Мы научились читать, мы научились записывать. Когда нам пришли данные, нам надо их как-то расшифровать. Этот процесс называется парсингом. И, в принципе, каждый парсер устроен очень похоже. Мы должны проверить, что если у нас пока недостаточно данных, чтобы прочитать заголовок, то мы ничего вернуть не можем. Если данных достаточно, мы читаем из заголовка его, собственно, какие-то параметры. Тут представлено для macup-клиента. Как раз читаем тип, канал и размер. Дальше проверяем, что у нас данных не просто достаточно, чтобы прочитать заголовок, а достаточно, чтобы прочитать весь пакет. То есть прочитать заголовок плюс само боди. Ну и если у нас, в принципе, данных столько есть, набежало, то мы уже можем их распаковать, создать какую-то структуру нашего клиента и вернуть там как-то управление. Парсинг — дело нехитрое, но, в принципе, все клиенты и их парсинг устроен по такой схеме. Когда мы уже умеем работать с данными, давайте, в принципе, представим, как у нас будет работать весь клиент целиком. Что он должен сделать? Он должен подключиться к какому-то серверу, установить сокетное соединение, он может быть в блокирующем режиме, не в блокирующем, в зависимости от того, какой клиент мы пишем, синхронный или нет. Дальше мы должны запаковать данные. Мы можем сделать это через пак, или через мою библиотеку, или через любую другую. Может, кто-то просто с рам кодами набирать будет. Кому как удобнее. Записать эти данные в сокет наш открытый, прочитать ответ, ну и распаковать, соответственно, распарсить. Ничего хитрого, ничего сложного. Но есть нюансы, как всегда. Нюансы в IT — это норма. Что будет, если мы отправим два запроса к нашему серверу? На какой из них нам придет ответ? Когда мы прочитаем данные из сокета, для какого из этих запросов будет ответ? Ну, мы не знаем. Мы не знаем, насколько быстро каждый из запросов опрабатывается сервером. Если мы, например, отправили данные в MySQL, один запрос был на селект одной записи, второй на селект тысяч записи. Ну, окей. Если какой-то протокол предразумевает такую схему работы, подразумевает какую-то асинкронную схему, то такая возможность идентифицировать запросы и ответы, она заложена в самом протоколе, в его структуре данных, в структуре самого пакета. Вот так выглядит пакет данных для CassandraDB. У нас есть, в принципе, достаточно однозначные поля для версии, для флагов, какое-то непонятное поле стрим, какие-то дополнительные обходы, размер терра и тела. Все достаточно просто, стандартно. Но вот это самое поле стрим, оно нам позволяет идентифицировать запросы. Если в документации протокола сказано, если мы отправим какой-нибудь запрос с каким-то значением в поле стрим, то ответ на этот запрос придет с этим же значением. В принципе, так как у нас выделено целых два байта на поле стрим, соответственно, одновременно мы можем отправить в Cassandra 65 тысяч запросов. Ну, 65 535, если быть точным. Я думаю, что всем хватит одновременно. И такое поле есть, в принципе, в любом протоколе, который подразумевает какую-то асентронную работу. Для MySQL, там, и MS SQL, это будет sequence ID. В постыгры, не помню, как называется, они тоже есть. Для MySQL, там, кстати, всего лишь три бита на него выделено. Так что очень мало можно запросов одновременно отправить. Окей, если мы, зная то, что у нас есть вот этот стрим, и он нам гарантирует то, что запросы нам придет, и мы сможем понять, от чего он, от какого запроса, давайте попробуем написать какой-то клиент, провести какую-то запись. Что нам для этого надо в асинхронном мире? Создать какой-то deferred, объект-обертка над провисами. Если кто-то работал с асинхронным PHP, или, в принципе, с асинхронным миром, то, думаю, понятие знакомое. Провести запись в сокет. Здесь код представлен для фреймворка AMP PHP, и Yield можно читать как await. Это просто возможность дождаться записи в сокет. Собственно, сохранить наш deferred с нужным стримом, где-то локально, в какой-то памяти, может быть, там массивчик или какая-то дополнительная структура, и вернуть promise. Ничего сложного, четыре строчки. Ну, если добавить обработку ошибок, конечно, будет побольше. Чтение же у нас — это вообще отдельная карутина, которая будет у нас крутиться асинхронно. Постоянно пытаться прочитать данные сокета. Если данные к нам пришли, мы их читаем в неблокирующем режиме. Когда они к нам пришли, то мы создаем наш объект-обертку или сами через пак-анпак распаковываем, парсим данные, и, соответственно, резолвим наши deferred с нужными значениями. В принципе, тоже ничего сложного. Этого, на самом деле, достаточно, чтобы написать клиент. Тут никакой магии изнутри нет. Надо просто понять, как работать с бинарным форматом и как проводить запись и чтение из сокета. Но насколько хорошим у нас получится клиент? Какие у нас для этого есть метрики? Ну, в первую очередь, это, конечно, производительность. И мы можем ее померить какими-нибудь там микротаймами, пораставлять по коду. Кто-то там уже на 7.4 успел спрыгнуть, наверное, а шар тайм можно даже использовать. Но есть замечательный фреймворк, называется PHP Bench. И он позволяет проводить немножко более глубокий анализ кода. Он позволяет писать тесты в изолированном системе, в нашей бенчмарке. В принципе, сам фреймворк можно рассматривать как какой-то PHP-юнит только для бенчмарков. У него есть поддержка ограничений. Это очень удобная штука, которая позволяет настроить, что если какой-нибудь коммит делает наш код медленнее, скажем, там на 5%, то фейлит билд. То есть это история про CI, про CD, такие штуки. Также PHP Bench предоставляет немножко больше метрик, чем микротайм. Мы можем получить медиану в выполнении, лучшее значение, худшее и так далее. Какие-то процентили там тоже можно настроить, получить. Все это можно формировать в отчеты, причем отчеты могут быть отложенными. Мы можем запустить бенчмарк, оно сохранит эти данные, потом что-то изменить, запустить второй бенчмарк и вывести общий отчет для сравнения. То есть проверить, как наши изменения действительно повлияли на производительность. Все эти отчеты можно форматировать в любом удобном вам виде. И даже если этих возможностей вам не хватает, то PHP Bench поддерживает расширение. У него есть своя система плагинов. Они достаточно быстро и просто пишутся. Это уже если вдруг не хватило. Мне лично всего, чего в нем есть, вполне хватает. Как же выглядит сам бенчмарк? Это просто какой-то класс, в котором мы определяем метод. Каждый метод, который начинается с слова bench, будет запущен как бенчмарк. Мы можем указать, сколько раз нам выполнить этот метод без того, чтобы эти результаты попали в отчет. Это важная штука, потому что многие BD не работают в полную силу без какого-то дополнительного прогрева. В частности, это чаще всего история про Java какие-то BD. Та же Cassandra, Elastica и прочее. Мы можем указать количество итераций. Это сколько процессов, сколько раз вообще весь наш бенчмарк будет целиком запущен. И указать количество ревизий. Это сколько конкретно эта функция будет запущена. То есть, итого, в данной конфигурации мы запустим тысячу итераций этой функции. И с тысячи результатов у нас будут выведены какие-то средние метрики, медианы и все остальное. Ну, я померил свой бенчмарк, свой клиент для Cassandra DB. Результаты не очень хорошие. Нативное расширение работает намного быстрее, при том, что нативное расширение работает в блокирующем режиме. А у меня вроде асинхронный клиент, который должен там быть по определению быстрее и намного. Но нет, к сожалению, нет. Не очень круто. Хотелось бы это дело как-то улучшить. И можно, конечно, там пойти и поменять PHP-коды там в for reach на while или while там на for или еще как-нибудь поэкспериментировать. Ифы на свитче. Но лучше подойти к этому как-то системно. И для этого использоваться каким-нибудь профилировщиком. В принципе, когда мы говорим про профилировщики в мире PHP, их не так много. И они очень похожи. Я очень хотел сделать слайд такой большой, красивый, с табличкой, со сравнением, какой из них лучше. И я начал его делать. И я понял, что я ставлю галочки везде. Они, в принципе, все умеют одно и то же. Плюс-минус. Единственное, что Tidebase — это полностью платное решение сейчас. XH-Prof — это единственное решение, которое позволяет хранить данные у себя и никуда их не отправлять. Ну, а я для себя выбрал Blackfire, потому что мне он показался просто покрасивше. Что же нам предоставляет профилировщик? В первую очередь это граф вызовов. По которому мы можем понять достаточно много информации. Мы можем понять, как у нас действительно происходит внутри работа нашего клиента, что зачем вызывается, как у нас резолвуются наши корутины и промисы в асинхронной среде. С этим, конечно, немножко сложно, но, в принципе, наловчивше, что уже можно будет понимать. И что я увидел для своего клиента? В первую очередь я увидел, что у меня очень много записей в сокет. Каждая операция запись в сокет — это блокирующий вызов для нашей ОС. И это дорого. Это действительно очень дорого. На это стоит в первую очередь обращать внимание. То есть, когда мы говорим о какой-то производительности для каких-то клиентов, нам надо минимализировать работу с сокетом. Как мы можем это сделать? Ну, мы можем паковать данные какими-то пачками. И если мы помним, для macqp, чтобы отправить сообщение, надо отправить целых три фрейма. Да, мы можем их один запаковал, отправил, один запаковал, отправил. Но можно запаковать все три сразу, соединить их в одну большую бинарную строку и записать за один раз. Естественно, это будет быстрее. Это достаточно простая оптимизация, но она позволяет выиграть очень много ресурсов. Соответственно, ускорить. Второй момент, который я заметил после изучения графа вызовов, это то, что на каждом чтении из сокета у меня создается вот этот замечательный объект binary для того, чтобы распаковать как-то данные. для того, который я придумал и был рад, чтобы не пользоваться паком и анпаком. Но оказалось, что создание объектов в PHP это как бы нифига не дешево. И это достаточно сильно все замедляет. Я начал думать, как можно от этого уйти и придумал такой вариант работы, как использовать бинарный буфер. То есть каждый раз, когда к нам приходят данные из сокета, мы их добавляем к концу буфера, в какой-то момент у нас приходит достаточно данных, чтобы получился цельный фрейм, который мы можем распарсить уже и отдать нашему приложению. Когда так получается, мы начинаем его парсить, отдаем приложению и опять собираем данные в буфер. Получается еще фрейм. И так бесконечно. Ну, если exception не вылезет. Значит, схема работы у нас немножко изменилась. Мы создаем только один instance объекта буфер и каждый раз просто при чтении добавляем к нему данные. Это получилось дешевле и позволило ускорить приложение порядка 20% вот эти оптимизации. Это неплохо. Уже стало получше. Картинка повеселее. Но стишный драйвер все еще обгонял. И мне это не давало покоя. Я не мог спать. Я думал об этом. Я опять обратился к Blackfire, попрофилировал еще раз и понял, что в принципе буфер — это самая горячая точка всего приложения. Не работа с карутинами, с сокетами, с промисами, а сам буфер. Мы постоянно в него что-то дописываем, что-то читаем, отрезаем какие-то куски от начала, когда вот у нас полный фрейм. И этих вызовов очень много. Это вот топ-10 вызовов с моего клиента. То есть суб-стр, пак и анпак мы не сможем оптимизировать, к сожалению. А вот с буфером что-то подумать можно. Я перебрал все варианты оптимизации, которые можно сделать со стороны PHP. Многого не добился, но что-то выиграл. И понял, что на этом все, идеи закончились. Надо переходить немножко на ниже уровень. И я вспомнил про такой замечательный инструмент, как Zephyr. Если кто-то помнит, был фреймворк, который называется Falcone, который построен полностью как расширение для PHP. То есть мы его подключаем в PHP и работаем со всеми классами, которые он предоставляет. Этот фреймворк написан на языке Zephyr. В принципе, Zephyr — это язык для написания расширений. На каком-то синтаксисе, понятном, вроде как, всем PHP-разработчикам. Это не очень бизнесовый синтаксис. Бизнесу он не нравится. Тут нет много долларов. Все доллары убрали. Остались мы без них. Еще и кусочки JavaScript вон проскакивают в виде LED. Но он достаточно понятен, и перевести на него какой-то один конкретный класс занимает очень мало времени. На самом деле там просто Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-R, и все очень быстренько переписывается. Мне потребовалось, наверное, час-два, чтобы переписать свой класс буфера на Zephyr. Я не ожидал, что я выиграю очень много такой переработкой, но я надеялся на какие-нибудь 10-20, может быть, если повезет, процентов производительности. Когда я запустил бенчмарки, я был сильно удивлен, потому что оказалось, что PHP быстрее. Класс, написанный на PHP, быстрее, чем тот же класс, написанный на Zephyr, и скомпилированный как сирширение. Интересненько. На самом деле, когда я первый раз запустил, картинка была полностью противоположная. А потом до меня дошло, что я пытался бенчмаркать с включенным X-дебагом. Fail, yes. Ну, естественно, X-дебаг влиял на производительность PHP кода, не влиял на производительность Zephyr, и казалось, что Zephyr быстрее. Когда X-дебаг я выключил, я получил вот эту вот картинку. Как... Давайте разберемся, что у нас там вообще тогда происходит. Почему он такой медленный? Вот так выглядит сишный метод, который нам сделал Zephyr. Мы можем Zephyr запустить, он нам скомпилирует сишные файлики. Их можно просмотреть, прочитать, и это, в принципе, конечно, хорошо. Все выглядит для тех, кто когда-то писал PHP расширение. Понятно. Не буду сильно грузить этим кодом. У нас все-таки PHP, а не Zephyr конференция. Но стоит обратить внимание на два макроса, которые оборачивают вызовы PHP-шных методов. И, собственно, эти макросы передают управление интерпретатору PHP, и в таком режиме, ну, ожидать прироста производительности глупо. Я как бы надеялся, что Zephyr сделает немножко более какие-то интересные оптимизации. Ну, раз я уже полез смотреть сишный код, я подумал, чем черт не шутит, окей, давайте тогда уже, может, и сами на сишке напишем наш буфер. Вроде должно быть все хорошо. И я начал выбирать, как мне хранить бинарные данные в C. Если в PHP для нас бинарные данные это просто строка, которую мы можем скорбить unpack или получить после выполнения пака, то в C мы этим не ограничены. Мы можем использовать какие-то более интересные структуры для хранения. И я выбирал, в принципе, между двумя, std-vector и std-dequeue. Здесь представлена, собственно, стоимость вызова всех основных интересующих нас методов. Стоит обратить внимание на два самых главных. Это insert, когда мы вставляем данные в буфер, и erase, когда мы очищаем какой-то кусочек буфера. Для dq они выполняются за o1, для вектора insert тоже выполняется за o1, но i-race за o1 и за o1 соответственно. У dq тут стоит звездочка, она стоит не просто так. Когда мы работаем с C-шными структурами, важно знать не только стоимость вызова каждого метода, а и то, как это представлено у нас в памяти. И если вектор гарантирует нам, что данные будут представлены в памяти последовательно, соответственно, прочитать их в памяти сможем очень быстро, то dq такой гарантии не дает. Да, какие-то куски могут быть последовательно, но не все, и никто никак это не гарантирует. Это, собственно, почему вставка в вектор происходит за o1, но не всегда, потому что иногда в вектору надо расширить память, и тогда у нас получается om. Такая вот история. Окей. Вначале я использовал вектор, и, в принципе, вот так выглядит код расширения моего уже. Не сильно отличается от того, что получилось на Zephyr, но работает в 19 раз быстрее. Что важно, в принципе, помнить, когда мы работаем в C с бинарными данными. Я очень давно, в принципе, не писал на C, мне пришлось его чуть ли не с нуля вспоминать, учить. Я очень долго не мог победить один баг, когда я запускаю, вроде все работает, второй раз запускаю, все падает, почему-то на одних данных тесты проходят, на других данных тесты не проходят, не весело. Важно помнить то, что если мы работаем с C++ строкой или с каким-то вектором, то оно нам гарантирует, что данные хранятся binary safe, то есть безопасно для бинарного вида. C структуры такой гарантии не дают. И если мы попробуем сконвертировать какой-нибудь вектор в C-шную строку, сначала в C++ строку, потом в C строку, то мы можем потерять часть данных. Почему? Потому что для C строка это всего лишь указатель, конец строки определяется собственно нульбайтом. А в бинарных данных ну нульбайт можете встретиться где угодно. Поэтому как только мы его встретили, мы потеряли хвост, весь конец. Так делать не надо. Надо делать вот так. У C++ строк есть метод data, который возвращает binary safe данные, и у него есть метод size для того, чтобы получить, где у нас данные заканчиваются. Это важный момент, и про него стоит помнить. Что ж, в итоге я все это дело померил еще раз. Сам буфер, как он работает. И, конечно, в C-варианте он работает намного быстрее, намного-намного. Где-то до 19 раз. Единственный тип данных, на которых я не получил почти выигрыша, это строки. Ну, это логично. Как бы в строку копировать в памяти что на PHP, что на C, будет, в принципе, один и тот же мем-цпу. Вот такая история. Так что, в принципе, стоит писать или не стоит писать протоколы на PHP? Ну, мне кажется, что стоит. И сейчас это делают. Например, Tarantul и OrientDB предоставляют драйверы, которые полностью написаны на PHP и не считают этой проблемой. Если мы работаем с какими-то асинхронными фреймворками, то однозначно стоит. У нас, в принципе, нет вариантов. Мы не хотим блокировать наш EventLoop. И сейчас есть вот очень интересно, что есть асинхронный драйвер как раз-таки для EventStore. Очень рекомендую посмотреть, если вдруг вы занимаетесь SecureOS, EventSourcing, вот такими штуками. Ну, и, в принципе, есть пару драйверов, которые написал я. Клиент для Cassandra DB, Cassis. Он пока не в продакшене. Где-то что-то еще правлю, где-то что-то еще разбираемся. Но у него уже есть некоторые преимущества относительно C-шного драйвера Cassandra. Например, поддержка событий. В C-шном драйвере она анонсирована, но еще не зарележена. У меня уже есть. Второе, это Reach. Это клиент для MacUPE, для кролика. тоже полностью асинхронный. Он уже используется в продакшене несколько месяцев и проблем пока вроде как нет. Слава Богу. Вот такая история. Спасибо. Вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Наконец-то какие-то кишечки и какой-то трэш. И у меня такой вопрос. Если так смотреть со стороны вашего опыта, вы уже что-то там посмотрели, как эти бинарные данные гоняются. Допустим, имеете какой-то опыт реализации MTP протокола. Примерная оценка. Вот сейчас вам какой-то дают новый протокол. Вы, допустим, уже знаете всю подноготную по документации, как структура пакета уйдет. Сколько времени у вас займет на PHP написать клиент? Хороший вопрос. На самом деле все зависит очень сильно от документации. Для MQP, несмотря на то, что документации там 76 страниц, там расписаны все ситуации, с которыми вы можете столкнуться. И это очень удобно. Тебе не надо думать. Ты просто просмотрел, окей, там написано, вот в этом случае делайте вот так. Пришел такой фрейм, делайте вот так. Чуть ли не с примерами кода, а кое-где даже с примерами. Когда я полез реализовывать Кассандру, там документация 12 или 14 страниц. Я такой, о, клево, простенько, быстренько, сейчас зафигачу за два дня. И, ну да, первую какую-то реализацию я сделал за два дня. Но потом оказалось, что там столько нюансов, столько недокументированных штук, которые надо реализовывать, а тебе никто не рассказывает, как. Типа, пришел фрейм, вообще непонятно, что с этим фреймом делать, потому что в протоколе он не расписан. Типа, указано, что такое может быть, а что, непонятно. И ты начинаешь лезть в какие-то реализации, там, сишты, ноджесовские для Кассандры. И это, конечно, занимает время. Если протокол достаточно хорошо документирован, то мне кажется, что адекватному разработчику займет, ну, до недели написать полную реализацию. Спасибо большое. Что, мало вопросов, ребята? Добрый день, спасибо за доклад. Есть пара вопросов. Я правильно понимаю, что вы бенчмаркали сначала тысячу последних запросов, а потом тысячу параллельных запросов? Нет. А как так получается? Ну, не может быть оно быстрее? Что быстрее? Ну, смотрите, выглядит так, что вы делаете тысячу параллельных запросов своим парсером в базу данных. То есть, latency перекладывается на базу данных, это она теперь параллелится. Так, я, вопрос, где быстрее? Я сказал, вопрос в сути бенчмарка, что он показывает? Потому что, судя по бенчмарку, он показывает последовательные запросы против параллельных запросов. Вот здесь это бенчмарк самого буфера. Он никуда к базе не ходит. Он просто вот как скорость упаковки распаковки. Если мы говорим зараньше, вот ты где-то здесь, да, где был PHP-бенч и параллельные запросы. Да, это тысяча, но не совсем параллельных, не параллельных, а синхронных. Ну, то есть, теперь база данных решала, как шедулить эти запросы выполнения. То есть, на самом деле, ваш парсер не быстрее, чем родной C-шный. Но он не может быть быстрее. На самом деле, кассандровский клиент C-шный, да, драйвер, это очень интересная штука в том плане, что у них внутри он построен асинхронно. Если, скажем там, MySQL, PTO там построено в принципе вполне себе на блокирующей схеме, то кассандровский драйвер изнутри асинхронный. Но он не предоставляет никаких интерфейсов по асинхронному взаимодействию наружу, и поэтому снаружи для нас все выглядит в PHP синхронно. То есть, пока там один запрос не отработает, он нам управление не вернет. И когда мы выполняем тысячу запросов вот так, то внутри в кассандру они идут асинхронно что в том варианте, что в том варианте. Поэтому это достаточно честный бутчмарк. Нет, потому что в одном случае вы ждете ответа, а в другом не ждете. Это не честный бутчмарк. мы ждем ответы там и там. То, что я отправил запросы, я все равно жду подтверждения. Просто в одном случае я жду их один за одним, и там уже сишка решает, как это все разроутить. Во втором случае я явно дожидаюсь promise wait. Вернем. вот в этом коде, то есть отправляется тысяча запросов и в конце мы ждем ответа от всех них. Пока все они не ответят, как бы бутчмарк не завершится. То есть и в том, и в том варианте запросы со стороны Кассандры вырабатываются и шедюлятся одинаково. Окей, ладно, опустим вопрос. Я правильно понимаю, что вы путаете C и C++ постоянно. Что-что? C и C++ путаете, потому что у вас на C++ написано, а не на C. На C++ написан сам класс буфера бинарного. Так. Ну вот std-вектор всяк нету. Да, да, это C++ класс, который является вот изнутри он хранит std-вектор, снаружи там предоставляет разные методы для собственно вставки разных типов данных. Вот как здесь происходит append, он записывает там в принципе что у нас там unsigned the chart, то есть уинт 8. Сам подключить напрямую C++ к PHP как расширение нельзя, то есть у вас все равно будет какая-то сишная обертка, которая будет как-то конвертить данные из C++ мира в сишный мир и потом уже PHP открывается. Да, это понятно, просто вводит в заблуждение. Хорошо, и последний вопрос. Вы сказали, что написали свой драйвер для RebitMQ, хотя если RebitMQC, который полностью асинхронный, ему все равно какой там сокет. И собственно суть вопроса, зачем писать свои парсеры, если мы можем взять сишный парсер и экспортнуть его в PHP? Это будет ну работы на час. Сишный парсер еще раз чего? Зачем писать свой парсер протокола, если можно просто взять сишный библиотечку, собрать экстеншн и экспортнуть только функции парсинга? Можно, теоретически, но честно говоря, мне такую голову почему-то тогда не пришло. Окей, спасибо.